я обклеила бутылку черной косой бейкой до середины бутылки где округление бутылки закончилось это получилось 13 рядов косой бейки от воротника до середины вот этой бутылки где закончилась косая бейка у меня получилась высота 11 сантиметров затем отрезаем лишнее но не слишком много потому что у нас картонки здесь вот не будет как у невесты вот я оставила сантиметров до 3 сантиметра на то чтобы сюда приклеить черную атласную ленту чтобы она все таки держалась это получилось вот так вот я наметила линию где я буду клеить черной лентой я решила клеить лентой два с половиной сантиметра шириной не 4 и буду клеить спирально то есть в круговой бутылке вот теперь буду клеить нижнюю часть бутылки до самого низа черной атласной лентой шириной два с половиной сантиметра чем лента уже тем можно себе позволить открыть бутылку спирально в круговую понадобится где-то около двух метров ленты начинать буду клеить сзади для удобства положу бутылку на полотенце задней части начинаю клеить клеем пистолетом клей пистолет разогрелся наношу клей на нижнюю часть косой бейки тоненьким слоем лишнее сразу убираем если есть на черном очень хорошо видны вот эти все недочеты поэтому надо стараться делать аккуратно максимально так Если где-то клей выступит и вам его не удается убрать, то можно подкрасить черным карандашом косметическим. Хорошо скрывает, не видно, но вообще лучше с запасом пониже делать. Прям посередине ленты почти клею. Вот теперь, где уже бутылка начинается, здесь, конечно, надо клеить уже по верхушке, чтобы не задеть бутылку, чтобы костюм был съемный. Об этом не забываем. Вот здесь уже пойду по верхушечке аккуратненько. Первый слой мы закрыли. Теперь идем пониже, аккуратненько. Спускаем ленту, вот так вот пониже клеим уже, чтобы нам, чтобы это было сзади, чтобы перейти уже, чтобы клеили уже вот так параллельно этой ленте. вот здесь вот аккуратненько съезжаем немножко как бы вниз, скажем так. Прикрываем. Смотрим, как мы пойдем. Вот это будет вот так. Лучше наносить клей вот на саму ленту и приложить уже как нужно. Таким образом. И спускаемся уже вот так вниз. Параллельно. Чтобы идти, надо спустить до самого низу. Вот так вот. Постепенно выровняется. Тоненьким слоем. Я повторюсь, что на черном клей очень сильно виден и ошибаться практически вообще нельзя. Вот так получается. Вот. Теперь идем параллельно уже вот этой линии. Вот у нас уже выровнялась. Идем параллельно этой линии. Вот так уже в круговую. И это по всему, по всей бутылке до самого низа. Вот так будем сейчас клеить. Уже тут параллельно. Самое сложное было вот сзади бутылки выравнивать. Вот. Продолжаем клеить. Вот сейчас доклеиваю последний ряд. Клеим вот так полсантиметра ниже, чем лента. Буквально по два, по три сантиметра. По низу. В процессе работы я следила, чтобы у меня клея не прилипал к бутылке. Ну вот. Сейчас я отрежу. Можно сказать, что бутылка сделана. Вот это выглядит вот так. Вот. Осталось только отрезать низ. Вот. Сейчас будем приступать к украшению. Вот я доклеила. Сейчас я отрежу. Подпалю край зажигалкой. Чтоб не распускалась. Аккуратненько. И приклеиваем до конца. Вот так. Все. Костюм жениха у нас готов. Это получилось вот так. Оно получилось у нас съемно. И оно тоже у нас стоит. Но правда не так, как на картонке. Заметили, да? Здесь вот помягче. В чем прелесть, когда с картонкой. То это то, что ничего не заворачивается. Стоит плотно. Вот такой у нас получился костюм жениха. Теперь нам нужно украсить его. Для этого делаем бабочку. Можно сделать галстук. Можно сделать бабочку. Я буду делать бабочку. Для этого берется ленточка. Косая бейка. Заворачивается один конец. Заворачивается другой конец. Лишнее отрезается. Получается вот такой бантик. Вот тут надо иголку с ниткой взять. И вот так вот прошить ее. Аккуратненько. Иголкой и ниткой. Зацепить равномерно. Чтоб получился у нас как бантик. Вот так. Затем берем ленточку. Или ту же косую бейку. Делим напополам. Вот так вот. И ее вот так вот. Вовнутрь загибаем сзади. И вот тут вот. Сейчас покажу как это получится. Прошиваем иголкой ниткой. Загибаем. Здесь. И здесь. И получится вот такой вот бантик. Вот такой бантик должен получиться. Ничего сложного в этом нет. Вот я уже его подготовила. Подшила. Вот такой вот бантик. Мы сажаем его на клей. Вот сюда. Вот. Получился вот такой вот бантик. Можно сделать галстук. Галстук делать тоже не сложно. Как завязываются мужские галстуки. Под воронячок засовывайте и завязывайте. Теперь вот я бы хотела украсить вот здесь вот пуговками. Можно. А еще вот сделаем вот такой вот бантик. Ну типа платочек. Или как вместо бутоньерки. Приклеим где-нибудь вот здесь вот. Это тот же бантик. Ну тот же. Тоже кружево. Что и у невесты. У платья. Осталось. Так. Вот так вот. Приклеили. И бусинку тоже так же. Чтоб закрыть немножко вот здесь вот. Вместо бутоньерки или вместо платочка скажем. Это будет вот так. Теперь вот мне бы конечно хотелось украсить пиджак воротника как-нибудь. Или это будет уже слишком. Вот так вот я хотела в идеале украсить ворот жениха. Вот так вот. И вот из таких же вот квадратиков сделать вот они отрезаются. Это пластиковые. Сделать типу пуговиц. Вот так вот. Три штуки. Или наискосок. Три штуки. Можно сделать из стразы. приклеить. Вот. Три штуки до пояса. Еще одну снизу. Не знаю. Сейчас посмотрю что можно сделать. Ну в принципе это вот уже готовый вариант. Вот так вот. Вот такая одежда. Не хватает только шляпки на голову. Жених у нас готов. Такой жених у нас получился. Все таки наверное я сделаю вот такие пуговки. Так. Буквально одну капельку не больше. Так. Вот так. Еще одну в серединке. Такие мелкие части, что даже не ухватишься. Клей тянется. Ой. Уже неудобно с мелкими пагментами работать. На одинаковом расстоянии. Это будет вот так. Вот. Жених у нас готов. Так. 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 Так.